Добрый день! Вы находитесь на очень популярном, полезном техническом канале компании «АвтоСтронг-М». Это не мои слова, это слова наших подписчиков в комментариях. Вы часто просили моторы Volkswagen FSI. Получайте! Кстати, вы просили проблемные моторы, чтобы было интересней? Пожалуйста! Итак, мы сейчас разберем один из первых прямовпрысковых моторов Volkswagen FSI 2004 года. Началось все с того, что немецкие инженеры в 2001 году перевели мотор 1.6-16 клапанов с распределенного впрыска на непосредственный. Продолжилось все тем, что в 2002 году на Polo дебютировал мотор 1.4 TSI, затем в 2003 году на Touran дебютировал мотор 1.6 FSI. И в конце 2003 года на Golf 5 дебютировал 1.4 FSI. Можно сказать, что прямовпрыскивые двигатели 1.4 FSI и 1.6 FSI произошли от своих предшественников. Двигатели с распределенным впрыском. У них одинаковый ход поршня и диаметр цилиндров. Но семейство двигателей FSI перешло на алюминиевый блок. В ГРМ появилась цепь, а не набор из двух ремней. Степень сжатия подняли до 12. Поэтому его надо кормить 98 бензином, потому что на 95 бензином мощность будет меньше, а проблем больше. Двигатели с непосредственным впрыском стали похожи на дизельные. В частности, на них стали устанавливать топливный насос высокого давления, который проще дизельных. Также у них есть топливная рампа с датчиком высокого давления. Датчик низкого давления установлен на подающей магистрали. А в целом мотор 1.4 TSI и 1.6 FSI это два одинаковых двигателя, отличающиеся объемом и наличием турбины у младшего. А сейчас пару слов о декоративной крышке. А сейчас пару слов о декоративной крышке. Как бы декоративная крышка, а как бы нет, потому что здесь есть воздушный фильтр, датчик температуры воздуха во впуске и термостат системы, которая регулирует температуру впускаемого воздуха. Также здесь есть датчик давления и температуры воздуха во впуске. В блоке управления встроен датчик атмосферного давления. И все это надо для того, чтобы двигатель рассчитал количество всасываемого воздуха. И все это потому, что измерителя расхода воздуха у него нет. Ну и чтобы разобраться с глюками всех этих датчиков, без хорошего диагноза не обойтись. А самый дорогой датчик стоит возле катализатора и меряет количество оксида азота. До 2004 года датчики были дефектными и их меняли по гарантии. Самое обидное, что этот датчик можно уложить некачественным топливом. Стоил он раньше 800 Туе. Сейчас он стоит дешевле, но при желании его можно просто заглушить. Стоп. Стока всякой. Мы его еще даже разбирать не начали. Это впускной коллектор с нашего мотора. Через вот этот металлический патрубок клапан EGR отправляет небольшими порциями отработанные газы обратно во впуск. И что мы здесь видим? Нетипичный налет сажи для бензинного двигателя. Это обычно свойственно для дизелей. Вот это еще одна часть впускного коллектора. Здесь находятся заслонки, которые прикрывают впускные каналы при малых нагрузках на двигатель. Они могут подклинивать либо клапан, который ими управляет, может выйти из строя. В этом случае двигатель при плавных ускорениях может подергиваться. А вот это вот форсунки, которые впрыскивают топливо непосредственно в камеру сгорания. Мы немножко подразобрали двигатель. Сейчас мы видим впускные клапаны через вот эти впускные отверстия. А здесь мы видим те отверстия, где установлены форсунки, чтобы впрыскивать топливо непосредственно в цилиндры. Обратите внимание на неопрятный вид впускных каналов. Это благодаря системе EGR. И самое печальное, что этот налет покрывает и впускные клапаны, и со временем из-за этого налета клапаны перестают герметично закрываться. И это очень большой минус прямовпрыскивающих моторов, потому что бензин не смывает эту сажу и со временем она только накапливается. В нашем двигателе два контура охлаждения, соответственно, два термостата. Один контур идет на головку блока, второй контур идет на блок цилиндров. Эта штука стоит новая, где-то 120 белорусских рублей. Но вы знаете, что в «АвтоСтронг-М» можно найти бэушную намного дешевле. На моторах 1.4 TSI, 1.4 FSI и 1.6 FSI топливный насос одинаковый. Он представляет собой одноплунжерный насос высокого давления. Он подает в топливную систему столько топлива, сколько надо. В отличие от дизельного двигателя здесь нет постоянного обратного потока топлива. Выход бензина в обратную сторону возможен только при срабатывании предохранительного клапана. Этот насос стоит на клапанной крышке и приводится в движение от кулачка впускного распредвала. Это шток, который приводит в движение плунжер. Между штоком и кулачком распредвала есть толкатель, который со временем стирается. И тогда производительность насоса падает. Самое печальное, что стружка с толкателя попадает в масло и неизвестно, где она может навредить. Поэтому толкатель рекомендуется менять раз в три-четыре года. Сам бензиновый ТНВД не вечный, его легко вывести из строя некачественным топливом. И проявляется это в падении мощности и ошибками по части топливной рампы. Кстати, топливная рампа, о которой мы не раз сегодня упоминали, находится прямо здесь, вместе с форсунками. На поддоне видны следы незаводского герметра. Это значит, что двигатель разбирался, а в поддоне видны металлические остатки какой-то детали. Будем сейчас разбираться. В приводе ГРМ цепь, она не роликовая, зубчатая, еще ее называют цепь Морзе. Она тише роликовой и очень чувствительна к качеству смазки. Все знают, что на моторах VSAI находит плохо, быстро растягивается и ее повально меняли. Кстати, здесь ее точно меняли, потому что мы видим слой незаводского герметика, то есть сюда лазили. Но состояние цепи нас остораживает. Вы видите, как вытянулся шток натяжителя, а цепь все равно провисшая. Обратите внимание, что натяжитель здесь без стопора, а это значит, что если машину оставить на передаче под уклоном, а потом запустить двигатель, цепь может перескочить. Зубчатая цепь встречается и на других моторах. Вот эта цепь с мотора Nissan, который мы недавно разбирали, а вот эта цепь с нашего мотора. Фазовращатель установлен на впускном распредвале, управляется клапаном. Если фазовращатель неисправен, то это проявляется с трикотанием при запуске двигателя. Два распредвала расположены в алюминиевой крышке и, что самое главное, они у нас идеальны. Мы уже обращали внимание, что на поддоне не заводской герметик и под кожухом ГРМ также не заводской герметик под клапанной крышкой. И вдобавок обнаружен мусор на сеточке под клапаном фазовращателя, то есть судьба и состояние этого мотора крайне печальная. Такого мы еще в наших разборочках не видели, а владельцы этих цепных моторов точно видели. Встретились поршни и клапаны. Хон у нас слабенький, легкие потертости со стороны впускного коллектора и есть намеки на задиры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот они наши пострадавшие поршни. На каждом из них отметены после встречи с клапанами. В целом у них состояние, конечно, подгулявшее. Графитовое напыление стерто, на юбках задиры. Маслосъемные кольца не залегли, но выглядят очень подозрительно. По компрессионным кольцам вопросов нет. И, что странно, вкладыши тоже в хорошем состоянии. Блок здесь, конечно, выглядит печально. Судя по масляному налету, масло здесь не менялось в 1050 кольцам. И, кроме того, на шейках коленвала видна невооруженным взглядом выработка. А на двух коренных вкладышах очень глубокие задиры. Нам для вас ничего не жалко. Специально мы привезли проблемный мотор с кучей нюансов и разобрались в них. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь этим видео. Также заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте настолько хорошие запчасти. И помните, с вами была компания «АвтоСтронг-М».